Метод овраг Вот только мы сюда приехали на кроссовере Renault Duster Именно этот автомобиль имеет все шансы в ближайшее время стать новым народным любимцем Во-первых, цены на Duster начинаются всего с 449 тысяч рублей Во-вторых, он простой по конструкции и потому обещает быть надежным А главное, он обладает неплохим потенциалом для езды вне дорог И по словам тех, кто его разрабатывал, на бездорожье даст фору большинству паркетников И это серьезное заявление, которое мы собираемся проверить здесь, в настоящих джиперских декорациях Итак, что мы будем делать? Мы поездим по заснеженному полю Попробуем скарабкаться на крутой склон и затем спуститься с него Посмотрим, как машина поведет себя на разбитой грунтовке А вместо десерта нас ждет диагональное вывешивание А если что-то пойдет не так, у нас есть еще одна машина, которая в таких условиях чувствует себя как рыба в воде Это Саньян Кайрон со 140-сильным турбодизелем и шестиступенчатым автоматом, подготовленный для вылазок на бездорожье Конечно, о прямом сравнении кроссовера и тюнингованного внедорожника речи не идет Кайрон выступает лишь в роли палочки-вручалочки, с помощью которого мы сможем вызволить гастер на случай, если он застрянет На Кайроне установлены широкие внедорожные шины, мощная алюминиевая защита двигателей и трансмиссии, а также усиленная лифтованная подвеска Корейский спасатель щеголяет металлическими бамперами, порогами из нержавеющей стали и запаской, вынесенной на специальную калитку На крыше прочный экспедиционный багажник и дополнительные прожекторы Но куда более важная вещь хранится в багажнике Кайрона Это съемная лебедка с радиоуправлением, развивающая тяговые усилия до 5 тонн Ее можно установить как на передней, так и на задней бамперы Но хочется верить, что сегодня она нам не понадобится Француз, конечно, на его фоне кажется попроще Но для бездорожья, по меркам кроссоверов, он подготовлен неплохо В нижней части кузова накладки из некрашенной пластмассы, которую не жалко не царапать А под днищем установлена металлическая защита двигателя К тому же Duster легкий, он весит меньше 1400 кг, что тоже можно записать ему в актив Полноприводная трансмиссия здесь реализована на основе многодисковой мухты В приводе задних колес с возможностью принудительной блокировки А в отсутствие понижающего ряда передач, первая ступень здесь сделана максимально короткой Чтобы машина могла уверенно ползти на холостых оборотах со скоростью менее 6 км в час Первая передача у автомобиля настолько короткая, что это позволяет компенсировать отсутствие демультипликатора в коробке Таким образом, автомобиль может самостоятельно двигаться с пешеходной скоростью Даже он по таким буракам и по небольшим сугробам Вот, смотрите, машина сама едет Только не пытайтесь подобное проделывать без соответствующей подготовки Однако французский кроссовер, как оказалось, умеет не только хорошо ползать, но и бегать, и даже прыгать Спринт по колдобинам без проблем и даже с удовольствием Подвеска Duster неубиваемая, но при этом очень комфортная Сложно представить, какой высоты или глубины должна быть яма или ухаб, чтобы довести дело до пробоя И даже если где-нибудь найдется такая колдобина, то машина, скорее всего, зацепит ее нижней частью бампера Либо черканет днищем, нежели замкнутся амортизаторы По показателям геометрической проходимости Duster лишь немногим хуже Chevrolet Niva Дорожный просвет составляет приличный 21 сантиметр Угол въезда 30 градусов Угол продольной проходимости 23 градуса Угол съезда 36 градусов Перед тем, как отправиться в поля, для начала измерим глубину снега Где-то порядка 36 сантиметров Что ж, посмотрим, на что способен Duster Превентивно блокируем муфту, переводя с электротрансмиссии в положении 4х4 лоб Включаем первую передачу и поехали До тех пор, пока колесам есть за что цепляться, машина прет вперед, как танк Многодисковая муфта честно держит преднатяг и не боится длительных пробуксовок в глубоком снегу Но недаром говорят, что чем круче джип, тем дальше бежать за трактором Мы застряли, когда под колесами, помимо снега, оказалась еще и глубокая колея от трактора Сейчас машина фактически сидит на днище Что ж, самое время вызывать подмогу с тросом и вытаскивать Duster Теперь в горы Если на склоне нет голого льда или глубокого снега То с небольшим разгоном Duster на тяговитой первой передаче спокойно взбирается на довольно крутой холм Причем короткая первая ступень будет полезной и на спуске Она не позволит машине быстро разгоняться Пробовали мы разок спуститься и на тормозах, чтобы проверить внедорожный режим работы АБС При принудительно заблокированной муфте Электроника позволяет колесам дольше оставаться в заблокированном состоянии И помогает шинам нагрести перед собой небольшую горку из снега Или грунта, если на дворе будет лето На проселке такой способ торможения работает гораздо эффективнее, чем обычно На горку с утрамбованным снегом Duster забирается легко Поэтому возьмем правее С первой попытки не получилось Машина буксует в самом конце подъема Нужно взять больше места для разгона С каждой попыткой мы увеличивали дистанцию до разгона И лишь только с пятого раза нам все же удалось вскарабкаться на подъем А вот и долгожданный десерт Диагональное вывешивание Обычно многие полноприводные автомобили, не оснащенные блокировками межколесных дифференциалов, в такой ситуации оказываются обездвиженными Собственно, как и Duster Выбраться из ловушки помогла бы антипробуксовочная система Но наш экземпляр ей оборудован не был Впрочем, это не значит, что ее нет совсем Для Duster она будет доступна в качестве опции вместе с системой стабилизации Так что же, Renault Duster действительно способен проехать там, где спасают другие паркетники? С точки зрения рядового покупателя, да Ведь большинству владельцев хочется в первую очередь иметь возможность безболезненной и с комфортом промчать по очень разбитой проселочной дороге С чем француз справляется блестяще Но даже если дорога закончится, то не торопитесь включать задний ход Внушительный клиренс, небольшие свесы и короткая первая передача Вот три основных козыря Duster перед конкурентами Именно они и помогут проползти там, где другие паркетники в силу слабо развитой геометрии Либо застрянут, либо повредят кузов или узлы, располагающиеся под днищем Но если вы всерьез задумали покорять на Renault дороги вдали от цивилизации То советуем вам обзавестись хотя бы подходящими шинами Иначе поиски трактора превратятся в отдельное приключение Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok